Религия утверждает, что первородного греха все началось. Змею искусил Еву, Ева съела плоды дерева познания добра и зла. И чтобы не быть одной, кто нарушил заветы Господа, она соблазняет Адама. И Адам ест тоже это яблоко. Они осознают, что они стали голыми. И Бог, когда в адемский сад приходит, говорит, Адам, Ева, вы где? А они такие в кустах сидят, он не может их найти. И потом Адам говорит, мы вот здесь, мы в кустах. Он говорит, выходите, мы не можем, мы ноги. И фиговые листочки оттуда появились. Они листочками прикрылись и вышли. И когда Бог спросил, вы ели запретные плоды дерева добра и зла? Это был первый, наверное, зафиксированный перенос ответственности из себя на кого-то другого. Адам сказал, я-то ел плоды запретные, которые ты запрещал мне. Но жена, которую ты дал мне, ты сам подсунул мне человека, который меня соблазнил. И за это он сказал, что все ты деньги будешь зарабатывать в поте лица. А Еве за то, что она соблазнилась и соблазнила Адама, она будет всегда замужем. И дальше эту умную книгу можно не читать. На это все понятно. Чем больше ответственности мужчина будет брать на себя и не перекладывать, тем легче будет его жизнь. Ева, женщина, чем меньше она будет выходить впереди мужа, тем будет легче ее жизнь. То есть она должна быть замуж. Феминисткам скажу сразу. Библию писал, наверное, бог мужчина. Если вы углубитесь и без всяких каких-то триггеров будете это слушать, то вы поймете, что женщине реально апельсины вкуснее те, которые принес муж, а не те, которые она вырастила сама. А мужчина, он реально получает удовольствие от того, когда он взрастил сам этот апельсин и накормил потом своих детей и жену. Вот и все. Оттуда еще идут вот эти косяки, карма и так далее. По праву рождения ты еще, и еще с прошлых воплощений, если они существуют. И еще обрастаешь ты, пока ты живешь. Кому-то на ногу наступил, на спину плюнул. Это в какой-то момент, и придет время собирать камни. Я как проповедник сейчас говорю. Тоже следить за человеком для того, чтобы он выполнял там свою карму, чтобы исполнялась его судьба. Действительно ли там на небе сидит какой-то большой брат и следит за тобой? На самом деле есть божьи законы. Закон всемирного тяготения. И никому не надо ни за кем следить, потому что ты можешь подкинуть яблоки, и ты точно понимаешь, что оно упадет на землю. Если ты зачем-то потянулся и что-то пошатнул, чье-то равновесие, это тебе упадет на голову. Это и есть твоя карма. Все кармические задачи, которые есть, они просто сыпятся на тебя сверху вниз, потому что когда-то эту яблоню расшатал. Поэтому не нужно следить за тобой, выполнил ты свою карму или нет. Считайте, что выполнение своей кармы — это увернуться от того яблока, которое падает сверху. Но ты можешь выйти из-под дерева просто. Это и есть отработка твоей кармы. Почему я всегда заставляю всех писать письма прощения? Я всегда спрашиваю, что ты хочешь. Потому что отработка кармы, она в прощении. Все есть в письмах прощения. Наверное, процентов 40 точно вы отработаете пассивно, просто писаниной. Все остальное можете прийти ко мне и отработать. Или другому терапевту, психологу. Вначале очень важно отработать кармические задачи свои для того, чтобы стать свободным. Как только ты это все начинаешь отрабатывать, ты становишься свободным человеком. Вот с этого момента ты можешь влиять на свою судьбу и выбирать то, в какую сторону ты пойдешь. И таких людей очень видно. Каждый человек сам понимает, когда вот у него открылись дороги все. И он стоит, он говорит, я не знаю, куда идти. И вот это второй шок на самом деле. Одно дело, когда тебе жизнь нагибает, и ты идешь и выполняешь какие-то кармические задачи. И когда ты их всех выполнил, тебе вдруг, чем бы ты ни начал заниматься, тебе везет везде. Если ты в себе это замечаешь, я тебя поздравляю, ты свободный человек. Потому что с этого момента ты можешь выбирать и идти туда, куда ты захочешь. Это не значит, что будет дико легко, но это не будет дико тяжело. Небольшое напряжение тебе будет даваться удача. И с этого момента уже, наверное, стоит построить свою судьбу и сделать собственный, не то чтобы план, а видение того, кем ты станешь через 20 лет, через 30 лет.